Дисциплинарный комитет РУСАДА планирует провести в апреле первые слушания по делу о нарушении антидопинговых правил в Чувашии. Об этом сообщила в ходе онлайн-конференции заместитель генерального директора агентства Маргарита Пахноцкая. 9 единиц оборудования, в том числе новый комплекс для лучевой терапии, в этом году поступит в Республиканский клинический онкологический диспансер. Это стало возможным благодаря программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта здравоохранения. В Чувашии, как и во всем мире, растет выявляемость онкозаболеваний. На диспансерном учете с диагнозом «злокачественное новообразование» состоит более 28 тысяч человек. Только в отделении лучевой терапии за год проходит лечение более 1 тысячи пациентов. Установка нового линейного ускорителя позволит повысить эффективность радиотерапевтического оборудования и улучшить доступность этого метода лечения. Топометрия, если говорить по старинке, это разметка. Но поскольку ускоритель это очень современное оборудование, там проходит разметка на уровне компьютерной томографии. То есть создаются поля, куда будет попадать лучевой пучок, будет проводиться точная лучевая терапия без возможных осложнений и побочных эффектов, которая могла быть при работе с аппаратами другой конструкции. Для установки нового линейного ускорителя в диспансере отремонтируют каньон. Это специализированное помещение с особыми техническими характеристиками для аппаратов лучевой терапии. Это делается для того, чтобы защитить и работников, и проходящих мимо на улице людей от ионизирующего излучения. Понадобится дополнительная перепланировка. Это для установки вентиляции, системы охлаждения, блокировки, ну и сигнализации. Дальнейшее развитие радиологической службы включено в республиканскую адресную инвестиционную программу Чувашии на этот год и плановый период 2021-2022 годов. В ее рамках предусматривается и строительство второго радиологического корпуса. Юлия Важенина, Татьяна Ираевская, Павел Иритков, Республика.